Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Киев. Мы сегодня мы играем в криминалочку на серверах У меня роли плейд 4 сер, мне здесь легенда футболь, не забывайте выводить мне при эстрации и также не забывайте выводить мой промокод, пишите мн10 пункт промокод и пишите вот такой промокод кгейм, как только вы трагаете 7 часов вы получите 50 тысяч, поэтому пацаны обязательно используйте мой промокод. Итак, пацаны, сегодня снова серийщика, я наконец-то почил мотоцикл, да, потому что он у меня сломан был на протяжении, наверное, 3 дней, да, вот такое вот, конечно, произошло, не знаю, как он сломался, я честно не помню, чтобы я его вообще ломал, но он был сломан. Итак, сегодня мы будем говорить не об этом, как бы да, я купил себе гараж, гараж я купил тоже пару дней назад за 750 тысяч и полностью еще его улучшил, сейчас мы к нему доедем и я вам все покажу и расскажу. Итак, вот мы уже подъезжаем к моему гаражу, он находится в таком необычном месте, как бы да, здесь и дом и гараж, но дом это если что не мой, здесь только мой гараж, видите, написано легенда путбуль, так давайте я вот здесь мочек припаркую, аккуратненько все, глушим его и я думаю можно было бы ключи достать, ну ладно, не будем этого делать, вот видите, владелец легенда путбуль. Гараж находится у нас возле фермы, давайте я вам покажу, вот, вот здесь находится как бы мой гараж, в этом месте, недалеко от Арзамас как раз же, вот здесь я живу и вот здесь гараж находится, я думаю, как раз недалеко, это довольно-таки хорошо. Я полностью его улучшил, так, войти в гараж, конечно же, давайте войдем, вот так вот выглядит гараж в середине, в принципе да, ничего такого здесь прям сверхъестественного нету, но выглядит довольно-таки прикольно. И здесь у меня стоит феррари, стоит феррари вот здесь вот, я не могу ее заспавнить, так, вы должны находиться на месте, где был припаркованный транс, я его здесь вроде испавнил, странно, ну давайте я выйду с гаража, что-то странновато, я же здесь ее парковал, отметить на карте, так, и где у меня отмечена она? Какой-то бред, она припаркована где? Я вот не понимаю этого, я ее припарковал в гараже, а, ну сейчас я понял, как мы нам ее заспавнить, смотрите, пишем команду гараж, гараже, а вот гараж, все, правильно, короче. Так, оплачен у нас он на 22 дня. Модель транспорта нет. Так, госстоимость, арендная плата, статус гаража открыт. Отлично. Так, и теперь нужно изменить и давайте достать транспорт гаражу. Все, вот он. Теперь, видите, мы можем просто свою машину вот сюда доставить. Это довольно-таки удобно и классно. И мы, я так понял, можем любую машину. Я могу мотоцикл сюда доставить, либо машину. Это довольно-таки хорошо. Давайте зайдем в гараж. Я ее обратно здесь припаркую. Она и была здесь припаркована. Не знаю, почему она пропадает отсюда, но я ее парковал здесь. Пусть она у меня здесь стоит, а мотик у меня будет стоять как бы возле дома. Я теперь выйти не могу, да? Такое. Ладно, давайте я вам здесь покажу, короче, команды, какие здесь есть. Так, давайте пишем гараж. Город, поселок морской. Район нет данных. Уровень улучшения третий. Модель транспорта Феррари. Гараж оплаченного до 20 дня. Год стоимость 350 тысяч. Аренда плата 1750 рублей. Гараж открыт. Так, нажимаем изменить. Заехать или выехать в гараж. Найти гараж на TPS. Улучшить гараж. И мы можем сюда заставить любую машину. Вот в этом, на самом деле, большой плюс. Потому что, если, наверное, у меня спизят машину, я смогу ее заспавнить. Либо, если она где-то будет валяться далеко, я смогу ее заспавнить и так далее. Также я могу здесь спавниться в этом гараже. У меня куплены все улучшения. Три уровня. Автоматические двери. Автоматические ворота. И оформление субсидий. То есть, меньше заплаты. На самом деле, блин, мне очень этот гараж нравится. Я спавнись, конечно же, дома. Но гараж тоже нормальная тема. В принципе, надо будет заехать с тебя платить за это все. Добро. Так, что я выйти не могу, Алеш. Я реально выйти не могу. Ладно, давайте выйдем на машине тогда. И заспавним ее в гараже, наверное. Либо как, я не знаю. Итак, я решил поехать в банк, оплатить сейчас налоги. Блин, как же мне этот мотик нравится. Реально, блин, вы там писали, типа, что-то не купил Дугатти, там и так далее. Ну, блин, этот мотик, во-первых, дешевый. 300 тысяч, это вообще, ну, довольно-таки мало. Внешне он очень мне нравится. Он очень проработан, прикольный. Не знаю, там, многим он не понравился. Но мне как бы он нравится. Он такой симпатичный. Очень даже симпатичный. В жизни бы я себе такой очень хотел. Он реально очень красивый такой. Реально просто красавчик мотик. Кнец, блин, мне это тоже прикалывает. Просто реально красота, пацаны. Все как надо. Денег у меня, правда, не очень осталось. Я за последние деньги, получается, грубо говоря, купил гараж. Потом 600 тысяч слил в казике. Ну, короче, да, такое себе. В банке я не знаю, сколько у меня лежит. Сейчас мы это посмотрим, кстати. И да, я заметил такую тему, что если на размере отрежать 3 часа, вы получаете бесплатную рулетку, пацаны. Поэтому дерзайте, в рулетке можно выбить тачку. Там, по-моему, она стоит 15 миллионов. Или что-то типа такого, короче. Там есть какой-то Мерседес старый. Он очень редкий, и поэтому всем советую лежать. Я уже крутил одну рулетку и выбил мотик там. Но я не смог его забрать, потому что места нет. И поэтому он подался 30 тысяч, и мне бабки в банк капнули. Так, основной счет. Так, баланс, баланс, баланс. О, 96 тысяч у нас есть. Заебись, я их трогать не буду. Давайте заплатить за дом. Получается 8 дней. Давайте платим. Отлично, 8 тысяч. И оплатить за аренду гаража. Тоже пишу 8 дней. И также... А, нет, тут 14 тысяч. Ого. Гараж как-то очень дорого оплачивает. Ну ладно, в принципе, пусть пока что будет. Ну что ж, пацаны, это я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Вот такой будет коротенький видосик. Ну и все равно показал все, как есть. В принципе, гараж я купил и так далее. В следующей серии, наверное, поедем получать номера на мотоцикл. Но это не точно. Либо устроим покатушки. Все, пацаны, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok